Вы это слышали? Нет, ну вы это слышали? Интернет-провайдер Вектор раздает подарки! Тариф новогодний по выгодной цене! 40 мегабит всего за 9.99! Успей подключиться до 1 февраля и пользуйся сказочным предложением от интернет-провайдера Вектор! Вы смотрите информационный выпуск Вектор ТВ с обзором событий Юлия Рубцова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Беларуси запустили первый магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь. Архиепископ Полоцкий-Глубокский Феодосий посетил Новополоцкую больницу Сестринского ухода и принял участие в городском рождественском вечере в Центре культуры. Легендарные выходцы Новополоцкой хоккейной школы провели мастер-класс на обновленной ледовой арене. 16 представителей Полоцкого госуниверситета вошли в Республиканский банк одаренной и талантливой молодежи. С одним из них Екатериной Майоровой познакомили журналисты Вектор ТВ. Обо всем подробно расскажем в ближайшие минуты. В Беларуси запустили первый магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь. Нефтепродуктопровод общей протяженностью 292 километра начал работать в полном объеме, передает Белорусское телеграфное агентство. Нефтепродуктопровод позволяет поставлять дизельное топливо и бензин трубопроводным транспортом от открытого акционерного общества «Нафтан» до складов хранения нефтепродуктов «Белоруснефти» в Курлевщизне, Витебской области и Фаниполь-Минской области. Его первый участок в начале 2017 года связал Новополоцкий «Нафтан» и нефтебазу в Курлевщизне. Построенный второй пусковой комплекс обеспечит распортировку нефтепродуктов центральную часть страны на самую крупную белорусскую нефтебазу в Фаниполе. Это позволит поставлять в столичный регион до 1 миллиона тонн автомобильного топлива в год. Проект реализован открытым акционерным обществом «Полоцк Транснефтьдружба», для которого эксплуатация нефтепродуктопровода является новым видом деятельности. Общая стоимость инвестпроекта составляет более 70 миллионов белорусских рублей. По оценкам вложения могут окупиться за 5-7 лет. Как отметил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, первый нефтепродуктопровод – это стратегический проект для всей отрасли, поскольку он позволяет обеспечивать транспортировку топлива оперативно и с наименьшими затратами. Причем нефтебаза в Фаниполе может обеспечивать не только столицу и Минскую область, но и, например, отдельные регионы Бресской, Гродненской и Могилевской областей. Заместитель генерального директора «Беларусьнефти» Сергей Камурников уточнил, что стоимость прокачки топлива из Новополоцка до Фаниполя по нефтепродуктопроводу примерно на 25% ниже, чем при доставке железнодорожным транспортом. Отвечая на вопрос о проектировании таких объектов в будущем, Сергей Камурников сказал, что уже долгое время обсуждается возможность строительства так называемого «южного продуктопровода» от Мозырского НПЗ в сторону Польши через нефтебазы в Пинске, Кобрине, населенном пункте Бернады-Прилуки протяженностью около 550 километров. Однако окончательного решения пока не принято. Вопрос находится на стадии экономического обоснования инвестиций. Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий посетил Новополоцкую больницу Сестринского ухода. Духовный наставник Полоцкой епархии во время встречи с подопечными учреждения поздравил их со святками и вручил сладкие подарки. А после принял участие в городском рождественском вечере, который прошел в Центре культуры Новополоцка. Вот так, с добрыми словами и сладкими подарками, архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий вместе с представителями администрации города и Новополоцкой больницы обходят палаты с подопечными Новополоцкой больницы Сестринского ухода. Сейчас в больнице осуществляют уход за 92 людьми, которые нуждаются в постоянном круглосуточном медицинском наблюдении и уходе. Визит главы Полоцкой епархии для них радость и приятная новость. Также в этот день в городском Центре культуры прошел рождественский вечер. Со сцены духовный наставник Полоцкой епархии еще раз призвал помнить горожан о духовных ценностях и христианских заповедях. А глава города Дмитрий Демидов поздравил всех со святыми днями после Рождества. Пусть эти светлые праздничные дни станут символом счастья и благополучия в наступающем новолетии. Придадут вам сил, подарят вам тепло и радость дружеских встреч, уют в ваших семьях. Хочу пожелать всем присутствующим мира, добра и любви. С праздником, дорогие друзья! Для всех гостей праздника в городском Центре культуры состоялся душевный концерт с участием новополоцких артистов и творческих коллективов. Отмечу наступивший 2019 год необычный для православных верующих, ведь в календаре среди важных дат – 30-летие возрождения Полоцкой епархии. Виктория Климентионок, Сергей Пальцев, Вектор ТВ Увидеть бросок, голевую передачу, виртуозное катание на коньках – и не только, и все это от легендарных хоккеистов. Такая возможность представилась воспитанникам специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Новополоцка по хоккею с шайбой. Мастер-класс на обновленной ледовой арене провели успешные выходцы местной хоккейной школы. Имена Андрея и Сергея Костицыных, Артема Волкова и Александра Китарова известны далеко за пределами Беларуси. В родной хоккейной школе, где ныне успешные спортсмены делали свои первые шаги, их встречают с особым трепетом. Это не просто пример успешных людей. Для юных хоккеистов это прежде всего наглядный результат труда и преданности выбранному делу. Так же, как эти ребята, в 2004-м Александр Китаров начинал свою хоккейную карьеру в составе Новополоцкого клуба. Сегодня он один из сильнейших игроков столичного «Динамо». Нам было, наверное, чуть попроще. Мы могли ходить, смотреть, как первая команда тренировалась все время. Или какие-то... Подчеркнуть у них что-то. Сейчас тут тяжелее. Если каждый внесет частичку чего-то, чего он подчеркнул, и что ему пригодится в дальнейшем хоккее, это будет здорово. Поэтому все стараемся для детей. Показать что-то, посоветовать. Поэтому, надеюсь, это принесет им пользу. На обновленной арене профессионалы дают мастер-класс подрастающему поколению. Последние же впитывают буквально каждое слово и каждый маневр. Возможность уникальная. Несомненно, все, кому посчастливилось быть на хоккейном мастер-классе. Это ребята 2005-2006 годов рождения получили впечатление и необходимый в спорте адреналин. Это очень хорошо, что они приехали в наш город, новополоцкие звезды. Мы очень рады. Очень хотела бы посмотреть, как они катаются, посмотреть, как они бросают и учиться от них. Известные хоккеисты приехали не с пустыми руками. Участники мастер-класса унесли с собой памятные о подарке. Ну а на память о родной школе хоккея гостям вручили сертификаты приглашения на игры в Новополоцк. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. 16 представителей Полоцкого госуниверситета вошли в Республиканский банк одаренной и талантливой молодежи. Среди них магистрантка Екатерина Майорова. Научный труд девушки был признан лучшим в рамках 24-го Республиканского конкурса научных работ. О своих достижениях и планах на будущее девушка лично рассказала нашей съемочной группе. По решению Совета специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 16 представителей Полоцкого вуза награждены денежными премиями. В их числе Екатерина Майорова, магистрантка местного университета, лаборант химического анализа, открытого акционерного общества «Нафтан». Химия увлекла Екатерину еще в школьные годы. Поступление в ПГУ способствовало раскрытию таланта девушки. Я изучала химию в школе, а в последующем в университете. Моей первой научной работой стало выделение антоценидинхлоидов из растительного сырья. Это пищевые красители. В последующем уже перешла тематика на нефтяные сорбенты, также из растительного сырья. Научные руководители играют огромную роль в становлении молодого ученого, подчеркивает Екатерина, и говорит, что благодарна своим наставникам Юлии Булавкой и Сергею Якубовскому, без которых, по ее признанию, достичь столь значимых успехов не удалось бы. Изначально они подтолкнулись с тематикой работы, далее помогали развивать ее в различных направлениях. То есть это как нефтяные сорбенты, так и энтеросорбенты. Ездили со мной на конференции, поддерживали меня во время выступлений. До сих пор я, конечно же, чувствую свою поддержку. Екатерина имеет внушительный послужной список. В ее копилке наград дипломы с различных конкурсов и конференций. Среди них диплом первой степени, подписанный министром энергетики Российской Федерации. Научная работа Екатерины была признана победителем в своей секции во время 72-й международной молодежной научной конференции «Нефти ГАЗ-2018» в Москве. Премия специального фонда президента Республики Беларусь – еще одна высокая оценка труду Екатерины. Эта премия для меня, безусловно, важна, поскольку это дает дополнительный толчок развиваться как в науке, так и в своей рабочей деятельности. Конечно, я буду стремиться дальше развивать эту тему, внедрять на производство и в дальнейшем, конечно, развивать и другие научные темы. Екатерина Майорова стала победительницей областного этапа республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» из темы ликвидации нефтяных загрязнений с помощью природных сорбирующих материалов будет представлять наш город на республиканском этапе. Нам остается пожелать успеха талантливому молодому ученому. В череде суетливых будней важно не забывать о тех, кто остался без опеки родителей, но в заботе и поддержке нуждается. Активисты открытого акционерного общества «Нафтан» не остались в стороне, устроив настоящий праздник воспитанникам Новополоцкого социально-педагогического центра. За всеми подробностями следила Ольга Войтова. Пакеты с подарками, сладкие презенты и даже самокат получили дети, лишенные родительской опеки. Для них самое важное – это внимание и забота. А как это было, мы сейчас и узнаем. Самому младшему чуть больше трех, самому старшему – 14. Кто-то в стенах социально-педагогического центра меньше недели, кто-то уже несколько месяцев. Тем, кто прибыл сюда совсем недавно, еще предстоит нелегкий период адаптации. Остальные держатся уверенно. У каждого своя история, но есть у них и общая точка соприкосновения. Они все жаждут чуда. А как известно, когда верят и ждут, чудеса, хоть и маленькие, но все же случаются. Снегурочка! Вот они, создатели новогоднего чуда – харизматичный Дедушка Мороз и зажигательная Снегурочка – активисты открытого акционерного общества «Нафтан». Все загадываете какие-то желания и, конечно же, хотите, чтобы они исполнились. Но все желания исполнятся только тогда, когда вы порадуете Деда Мороза. Подари новогоднее чудо! Еще до Нового года на «Нафтане» стартовала вот такая благотворительная акция. Большие коробки на проходных пунктах «Нафтана» – каждый работник мог нести свой вклад в доброе дело. Все, как говорится, от чистого сердца. А когда наступил новый 2019-й, дали старт уже второй по счету новогодней благотворительной акции по сбору подарков с символичным названием «Наши дети». Очень приятно, что в нашем городе в период новогодних праздников предприятия, организации и просто граждане не забывают о детях, всегда обращаются к нам в приют с просьбой встретиться с детьми, побеседовать с ними, поздравить их с Новым годом. Ну и, конечно же, не обходится без подарков. Коробки со сладостями, мягкие игрушки, канцелярские товары, кружки и даже самокат совместными усилиями для семи воспитанников центра смогли собрать даже больше, чем было необходимо. А так как вручение подарков – процесс творческий, не обошлось без дружных хороводов вокруг елки, новогодних песен и танцев. Что тут скажешь? Вот оно, настоящее чудо. Ольга Войтова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ 50 на 50 фотопортреты культовых личностей для Беларуси и, конечно же, Новополоцка на месяц прописались в Городском музее истории и культуры. Кто попал в объектив Эрнста Титеревского, известного белорусского фотографа, смотрите далее. Взгляды, жесты, эмоции. На черно-белых фотоснимках – целая эпоха в лицах. Здесь можно увидеть кадры, которые удалось снять в период ярких встреч, эмоциональных разговоров и даже исполнения любимых композиций. В черно-белых фотографиях на своего зрителя смотрят десятки известных личностей. Автор этой выставки – это Эрнст Титеревский. Это один из самых знаковых Новополоцких фотографов, в том числе и в Беларуси. В целом, плюс, выставка отображает целую эпоху. Это здесь, потому что здесь изображены фото, портреты белорусской национальной элиты, российских звезд, шоу-бизнеса, искусствоведа. От династии белорусских художников Шапо и представителей духовенства до писателей и актеров современности всего на выставке представлено 48 работ. Экспозицию из личного фонда Музея истории и культуры предоставила дочь автора Наталья. Наблюдая за многими работами, я хочу отметить, что многие из них имели изначально решение цветовое совсем другое. То есть, они были цветными фотографиями. И уже потом, естественно, при помощи обработки, наверное, возникла эта идея, чтобы сделать вот такую выставку, объединить все свои работы в формат 50 на 50 черно-белой фотографии. Познакомиться с фотопортретами может любой желающий. В стенах Музея истории и культуры выставка будет работать до 10 февраля. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ Победа у новополоцких хоккеистов в очередном матче экстралиги Б чемпионата Беларуси по хоккею «Химик» одержал победу над командой «Бобруйск». На восьмой минуте игры новополоцкий хоккеист Игорь Леоненко открывает счет. Далее хоккеисты по разу забивают шайбу в ворота друг друга. Во втором периоде отличился Сергей Магеров, поразит ворота Бобруйска в меньшинстве и без передач. В начале третьей 20-ти минутки еще одна шайба от «Химика» прилетает в ворота Бобруйска. А в завершении игры пришлось понервничать болельщикам новополоцкой команды. Бобруйск дважды поражает цель. Но все же эти шайбы не изменили исход игры. 4-3 у «Химика» победа. После этой игры новополоцкие хоккеисты вновь занимают третью строчку турнирной таблицы, а на первый – «Оршанский локомотив». Следующую игру «Химикс» сыграет с юниорской сборной Беларуси. На сегодня все. Напомню, если вы что-то пропустили, программы «Вектор ТВ» доступны для просмотра на официальном сайте Новополоцка и на ютуб-канале нашей телерадиокомпании. Также оперативно следить за событиями городской жизни можно и в нашей группе ВКонтакте, а также в профиле Инстаграм. Всего вам доброго! По прогнозам синоптиков четверг, 17 января в Новополоцке ожидается пасмурная погода, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 5 градусов мороза. Днем до 2 градусов со знаком «плюс». Вы это слышали? Нет, ну вы это слышали? Интернет-провайдер «Вектор» раздает подарки! Тариф новогодний по выгодной цене! 40 мегабит всего за 9,99! Успей подключиться до 1 февраля и пользуйся сказочным предложением от интернет-провайдера «Вектор». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok